Причем вопросы непредвзятые, непредубежденные не для того, чтобы подтвердить ваши догадки, а для того, чтобы получить новую информацию, подчеркнуть. Вот это главный подход профессионализма и тех же авторов нарративного подхода в медиации. Поэтому есть даже две точки зрения, Светлана. Одна точка зрения. Необходимо медиатору готовиться к каждой встрече с сторонами для того, чтобы не выглядеть профаном. Конечно, надо знать предмет спора, подчеркнуть базовую информацию о сторонах. Например, это граждане. Практикуется заполнение анкет накануне медиации. Вы уже знаете семейное положение, в чем предмет спора. Да, вот эту базовую информацию запомните и крепко держать ее в голове, это полезно. Но если вы не знаете какой-то специальной информации, то это не надо рассматривать как недостаток. В этом случае, когда у вас отсутствуют специальные знания, есть даже определенные преимущества. У вас нет предубеждения. Раз, у вас нет профессиональной деформации. Два, вы не знаете слова «невозможно». Дело в том, что некоторые тупиковые конфликты... Я помню, мы подключились к конфликту, когда одна компания по лизингу приобрела два предмета. Это пресс-автомат, термопласт-автомат для завода. И одновременно это был грузовой автомобиль. По грузовому автомобилю лизинговая компания дала добро. И договор лизинга выполнялся аккуратно. Платежи вносились. А вот по термопласт-автомату лизинговая компания взяла очень большой аванс, процентов 35. Но само оборудование так и не поставила на завод. И вот казалось бы, логично взять, переостановить платежи по грузовому автомобилю. Ведь вы, такие сякие, не поставили нам термопласт-автомат, правильно? Там большой аванс, щедро был уплачен. Это было как раз накануне 2010 года. Банковский кризис, когда произошел. Ну и договор это запрещает, к сожалению, Светлана. Договор запрещает возможность произведения зачета. Но когда клиент, не юрист, стал перед нами снова и снова ставить этот вопрос со всей остротой, как было бы здорово, если бы мы все-таки, вопреки условиям договора, такой зачет произвели. Я задумался, правда, а почему мы все время мыслим в категориях невозможно, невозможно. Давайте попробуем копнуть вот этот запрет более глубоко. На чем он основан, да? А что если вот этот вопрос, запрет, сам по себе запрет, условия договора, который не позволяет сделать зачет встречных однородных требований, рассмотреть в судебном порядке и одновременно продолжить переговоры. Да? И вот наступает дата очередного платежа. Вместо того, чтобы платить энную сумму, завод, то есть лизинка-получатель, направляет акт о произведении зачета в одностороннем порядке. Помните, что для зачета достаточно заявления только одной из сторон спора. Проходит месяц, он направляет следующий акт о произведении зачета в одностороннем порядке. И так медленно-медленно, не спеша подает исковые заявления в суд. Потом эти суды медленно-медленно его рассматривают, исковое заявление гуляет между разными судебными инстанциями. И все это время используется для вежливых переговоров. Банк, лизинская компания, поставщик, завод. Все это время, то есть само обращение в суд только как повод для диалога, но не для прекращения, для диалога используется. И к чему это приводит в результате, Светлана? К тому, что через полтора месяца таких переговоров стороны достигают медиативного соглашения. Вот это самое главное. У нас...